Как правило, чихать и кашлять, страдающие аллергии на растительную пыльцу, начинают с конца апреля, когда на деревьях появляются серёжки. Первые вестники весны. Страдающим полинозом достаточно и малая доза аллергена. Первая волна цветения, она вызывается цветением деревьев, ветропыляемых деревьев. И самое такое агрессивное дерево, характерное для нашего региона, это цветение берёзы. От цветения берёзы наши пациенты обычно отмечают проявления со стороны слизистых. То есть, ну какие симптомы они могут отмечать? Это насморк, чихание, слезоточивость, зуд носа, зуд век. И бронхоабструктивный синдром может присутствовать у таких пациентов. То есть пациенты могут отмечать отдышку, кашель, эпизоды свистящего дыхания и классические приступы удушья астматического характера. Тем, для кого весна превращается в серьёзные испытания, необходимо посетить врача-аллерголога заранее. Самым надёжным способом профилактики сезонной аллергии считается аллерген-специфическая иммунотерапия – осид, которая снижает чувствительность организма к аллергенам. Суть метода – в тренировке иммунной системы, во время которой виновный аллерген-провокатор постепенно вводится в организм пациента. Но курс этот нужно проводить вне сезона пыления растений. В период обострения непосредственно пациенты также должны быть осмотрены врачом-аллергологом для того, чтобы назначалась уже им симптоматическая патогенетическая терапия, то есть терапия направлена на устранение уже имеющихся симптомов. Также всем аллергикам круглый год необходимо соблюдать диету. Пациенты, болеющие от цветения деревьев, должны исключать употребление косточковых плодов, яблок, орехов, груш, сырой моркови. То есть основные аллергены они должны исключать, потому что в принципе это грозит развитием уже пищевой аллергии на данные пищевые продукты. Также под запретом все препараты фитотерапии – фитошампуни и крема. Если вы знаете, что у вас аллергия на пыльцу, в идеале на время цветения отправится к морю или в горы. Если такой возможности нет, то старайтесь не выезжать за город. Также стоит учитывать, что наибольшая концентрация пыльцы в воздухе отмечается по утрам с 5 до 11. Если вы находитесь, грубо говоря, вообще в Челябинске, в Челябинском регионе, в Челябинской области, то минимум загородных поездок, особенно в сухую, жаркую погоду. После дождя, при высокой влажности, обычно пациентам становится легче. И вообще вот интенсивность цветения во многом зависит от погодных условий. Если же аллергия настигла вас впервые, срочно обратитесь к врачу-аллергологу. Если непосредственно в апреле, в мае отмечаются такие проявления, как насморк, чихание, слезоточивость, необходимо данному пациенту обратиться на приём к участковому терапевту, к лор-врачу, к аллергологу. Для чего? Для того, чтобы был проведён дифференциальный диагноз. То есть мы должны разграничить или это аллергические проявления, или это проявления, связанные с простудой. Здесь, конечно, нужно учитывать, есть ли температурная реакция организма, повышалась ли у человека температура. Первый год у него такие симптомы, не первый, отмечались ли подобные проявления ранее. Сдаются в период обострения анализы. Анализы, по результатам которых мы видим, что непосредственно у человека развивается аллергическая реакция. Это и общий анализ крови, и риноцитограмма. Можно сдать анализ мокроты на уровне резинофилов. При бронхоабструктивном синдроме обязательно назначается функция внешнего дыхания. Стоит помнить, несмотря на изобилие антигистаминных препаратов в аптеках, схему лечения врач подбирает индивидуально. Все современные препараты нового поколения и не вызывают сонливости.